Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Что будет в новой серии сериала? Сериал продолжается со всем своим азартом. Хакан говорит Халилу, что им следует быть осторожными в тендере. Халил говорит Хакану, что он сосредоточится на победе в тендере, и, конечно же, Халил заставит Казима покинуть Ешелпинар, выиграв тендер. Халил кладет тендерную документацию в свой ящик. Тем временем Казим звонит Текину и требует выплатить игровой долг, но когда Текин говорит, что не может заплатить, Казим говорит, что, если Текин не может заплатить, Текин должен сообщить Казиму о тендерных планах Халила. Текин говорит Казиму, что он не знает планов Халила относительно тендера, и что Халил не будет с ним советоваться по этому поводу. Казим говорит Текину, что он любым способом сообщит Халилу о планах Халила, а в противном случае Казим расскажет Халилу все тайны Текина. Когда Текин нервничает после окончания разговора с Казимом, приходит Гульхан и спрашивает Текина, потерял ли он кольцо и видел ли Текин его где-нибудь. Чтобы скрыть свою вину от Текин Гульхан, Текин пытается переложить вину на горничную. Гульхан успокаивает Текина и Гульхан говорит Текину, что никого нельзя обвинять, пока не будут явные доказательства. Текин говорит, что Гульхан надежная и чистая сердцем женщина. Тем временем Сельма пытается помириться с Иреном. Но Ирен очень расстроен тем, что Сельма не доверяет ему, поэтому Сельма пытается найти путь к сердцу Ирена. Кумри дает Сельме всевозможные советы и, наконец, убеждает Сельму написать письмо Ирену. Кейтед подслушивает совет Сельмы и Кумри и говорит себе, что сорвет их план. Тем временем Кумри пишет страстное письмо Ирену от имени Сельмы, а Кейтед пишет письмо Ирену от имени Сельмы. Кейтед пытается спровоцировать ссору между Иреном и Сельмой, обмениваясь письмами. Вечером, когда Халил приходит в свою комнату спать, Халил видит Зинеб в его постели и спрашивает ее, что она здесь делает. Когда Зинеб говорит Халилу, что смотрит сериал, Халил просит Зинеб пойти к нему в кровать и посмотреть его. Халил сидит перед Зинеб и спрашивает, когда закончится этот сериал. Зинеб говорит Халилу, что через некоторое время она закончит. Зинеб разговаривает с Халилом, как будто обсуждая сериал. Халил понимает, что Зинеб разговаривает с ним намеренно, и Халил говорит Зинеб, что мальчик не единственный, кто виноват, и что девочка, возможно, заставила мальчика вести себя таким образом. Зинеб говорит Халилу, что она смотрела этот сериал уже 300 серий, а Халил не знает об этом опыте. Тем временем, во время рекламной паузы, между сериалами Халил сообщает Зинеб, что сериал окончен, и Халил любезно просит Зинеб освободить свое место. Зинеб сообщает Халилу, что сериал еще не окончен, и возобновится после рекламы. Халил уходит, говоря Зинеб, посмотри свой сериал, я позабочусь о некоторых вещах. Зинеб говорит Халилу, что сегодня он не будет спать, потом утром уснет усталым, а потом опоздает на тендер. Зинеб пытается сделать все, что в ее силах, чтобы помешать Халилу участвовать в тендере. Не забудьте посмотреть наши вечерние видеоролики, чтобы познакомиться с продолжением сериала. Не забудьте поделиться с нами, что вы думаете об этом в комментариях. Берегите себя и увидимся в следующих видео.